Декоративная косметика Декоративная косметичка Почему? Потому что, ну, например, в этом году я тестировала много пудр Но все они, вот знаете, какое-то вот такое впечатление среднее То есть я им пользуюсь, как бы проблем нету Но вот это не то, что я бы хотела в подведении итогов Вот сказать, что это прямо лучше и вот обратить на это внимание Ну, просто какие-то вот, да И также наряду с пудрами есть какие-то другие еще косметические продукты Которые тоже так, ну, вот, ну, вроде нормально Но вот до видео такое вот самое-самое любимое не дотягивает Поэтому, честно говоря, это не полный набор Но это то, что захотелось вам показать Учитывая, что я собралась снимать видео про своих любимчиков 2022 И вот то, что я вам сегодня покажу Это вот первое, что пришло на ум Еще, кстати, не помню, показывала, не показывала Я вот точно выкладывала в Телеграм А на Ютубе, по-моему, не говорила Под одним из предыдущих видео Я спрашивала, были бы интересны обзоры на тени Глэм Лук от Люкс Визаж Их там в коллекции, по-моему, 6 штук всего, по крайней мере Даже на официальном сайте я не нашла больше Хотя номера идут не совсем по порядку Есть пропущенные И мне очень многие под видео написали, что обзор такой хотели бы Я уже купила 6 наборов теней Люкс Визаж В этом году уже не успею снять обзор Потому что их нужно для начала хотя бы протестировать Чтобы вам что-то рассказывать, показывать Вот, поэтому уже в следующем году И также у меня в планах сделать Тоже под каким-то видео разговаривали Что есть еще такой бренд Из 90-х, скажем так Ruby Rose И тоже что-то мы поговорили-поговорили И я решила, что на него обзор будет тоже И у меня сейчас практически уже все куплено То есть для полного макияжа все есть Сейчас активно тестирую тоже уже в новом году Так что вот ближайшие косметические видео вот такие Ну а пока мы с вами приступаем к моей Самые часто используемые косметики или просто любимые Тональные основы в этом году у меня были Их не было там очень-очень много Но я тестировала достаточно часто Есть такие вещи, которым прям вот тянется рука И вот ты им пользуешься Вот хоть что делай, а рука к ним тянется И вот для меня тональные основы в этом году Были вот такие вот, самыми любимыми Это Evelyn Wonder Match в оттенках номер 05 Самый светлый такой, по-моему, у них И 15-ый, называется Natural Я их смешиваю между собой Если у меня кожа совсем белая Там вот зима-зима, то это 05 Если кожа чуть-чуть подзагорелая То это добавляется к нему номер 15 Если лето и мне необходимы тональные основы Хотя летом в жару я тональными основами не очень пользуюсь Это номер 15 Сейчас на моем лице в чистом виде номер 15 Но вот я уже, знаете, в потемках красилась сегодня Очень-очень рано утром И мне уже кажется, конечно, что номер 15 По сравнению с моей шеей прям уже темноват Пора его разбавлять 05 Пользовалась реально весь год Во всех видео, если косметику не тестировала Во всех абсолютно видео Вот эти основы на моем лице Кто-то мне не поверил В одном из предыдущих видео В комментариях написали, что типа Ой, да, Наташа показывает, а сама не пользуется Я реально пользуюсь тем, что я вам показываю И если я вам показывала в какой-то там бюджетной косметичке Вот эти тональные кремы, я реально ими пользуюсь Я это подтверждаю, это так и есть Мне они нравятся всем У них средняя перекрывающая способность Они хорошо наносятся на лицо И кожа выглядит, в принципе, очень красивой Если со слоем переборщить, то, естественно, при солнечном свете А при дневном освещении Там на расстоянии, ну, даже не то, что вытянутые рынки Но если близко кто-то подойдет Естественно, будет видно на лице покрытие Чтобы тональная основа есть А так, в общем-то, тоненьким слоем в жизни Чуть потолще на видео Мне кажется, выглядит прям Ну, вообще отлично Претензий нет Как я и сказала, пудр сегодня не будет Но я покажу вам свою любимицу Вот минеральная косметика Вот бренда EcoMake Тональная основа минеральная Я ей пользовалась и в прошлом году И в этом году ей с огромным Я вообще думала, она быстро закончится Но она не заканчивается, не заканчивается И ей я пользуюсь тоже очень часто Когда вот тональной кремы не наношу В повседневной жизни Для видео я ее не использую Как тональную основу Я ее использую как пудру закрепляющую И сегодня, кстати, она на моем лице Она не матовая Она имеет небольшой-небольшой Едва уловимый блеск Ну, такой, значит, вот больше даже не блеск Свечения И поэтому лицо выглядит таким вот Живеньким, таким вот хорошеньким Я ее очень люблю Я, кстати, вместо консилера ее использую Прям вот, если у меня какой-нибудь прыщик Я прям вот так на палец беру И прям в прыщик вот так вот Ну, или в какой-нибудь покраснении Хорошо очень выравнивает Обожаю ее Прям совершенно моя прекрасная Еще одна штуковина Минеральный бронзер от EcoBoard Очень люблю Но она не всегда подходит по тону Если кожа белая-белая Будет выглядеть как идеальный скульптор Прям идеально Кстати, все не на моих вот скулах Вот Если есть загар, то выглядеть будет Как будто пудра То есть, особенно ничего контурировать Скульптурировать она не будет Для белоснежек Нежная-нежная Такая мягкая-мягкая Текстура, конечно Прям вот дотрагиваешься пальчиками Прям вот люкс Очень-очень люблю Но я говорю, здесь огромное количество осталось Потому что не всегда пользоваться Возможно из-за оттенка Которая подходит исключительно На какую-то совсем светлую кожу Вы знаете, как бы это скучно не казалось Но я продолжаю пользоваться Жидкими тенями От бренда Люкс Визаж И ничего нового тут я вам не скажу Обзор на эту коллекцию На все оттенки был Обязательно, если интересно Обязательно смотрите Там я в принципе все про них подробненько рассказываю Я просто не знаю, что про них сказать Они абсолютно идеальны Они идеально наносятся Идеально держатся У них очень хорошие оттенки в коллекции Теплые коричневые Холодные коричневые Светлые, темные То есть выбрать можно реально И это так быстро И это так удобно А мне в последнее время так лень Заморачиваться с макияжем Если он занимает больше 10 минут Для меня прям это становится Напрягом каким-то Ну я имею в повседневной жизни И поэтому я прям выбираю Какой-нибудь оттеночек В зависимости от цвета кожи Которая есть на данный момент Раз-раз-раз Прям я даже не заморачиваюсь с кистями Прям пальчиком Тушь Все, готов Про туши Я сейчас тестирую Три туши Новые Но я не буду вам О них рассказывать Потому что они будут Участвовать уже в новом году Вот это как раз Роби Роуз Это Люкс Визаж Белорусская косметика И еще какая-то Я еще не открывала Вот только-только купила Я о них обязательно расскажу Потому что там есть прям Моя любовь Удивление Удивление А в этом году Я чаще всего пользовалась Вот этими тремя тушами Была еще одна Вот Мейбелин У меня закончилась Поэтому просто не показываю Лореаль Валимисим Это вторая упаковка Они мне поначалу не нравятся Потому что Они такие Не то что суховатые Ну какие-то вот такие Вот непонятные Потом они раскрашиваются И на моих ресницах Работает очень круто Они разделяют У меня ресницы Коротенькие В них смотрят Довольно жесткие Плотные Мне очень нравится Как разделяет Она мне очень нравится Как она даже немножко Подкручивает Придает объем При этом не склеивает То есть это вариант Вот на каждый день Когда не надо Прям что-то Вот такое вот Хотя и такого эффекта Можно в 3-4 слоя добиться Вот Но в целом Она такая вот Прям Прям то что надо Такое все средненькое Средний объем Среднее подкручивание Все отлично Без всяких комочков Хорошо держится Мне она очень нравится Я куплю себе еще один тюбик Потому что здесь практически Уже ничего не осталось И цена у нее отличная Вторая тушь Которая мне очень понравилась Очень подошла От Top Lash Extra Ebony Mascara Она имеет кисточку Изогнутую И причем кисточка такая Знаете На нее набирается Очень много туши И кажется Что неравномерно Но на самом деле Когда наносишь тушь На реснички Все распределяется Отлично Благодаря изогнутой кисти Идеально подкрученные ресницы И появляется действительно Обалденный объем Прям обалденный Мне она настолько подходит Она держит этот изгиб Хорошо То есть фиксирует Во всем идеально Прям очень-очень понравилась И еще одна тушь Это я даже Боюсь вспоминать Когда впервые я ее купила Мне кажется Лет 8 назад И я тогда кстати Начала снимать про нее обзор Диваж 9060-90 в красной Упаковке С силиконовой щеткой Она очень подвижная Прямо она мягкая Мягкая такая В разные стороны крутится Тоже мне идеально подходит Создает объем Единственное Что изгиб держится Не очень долго То есть там час-два И ресницы начинают Приспускаться Вот Но во всем остальном Отлично Тоже держится Не осыпается Комки не образует Я в этом году Так же как и в предыдущем Безусловно Моя вот Фаворитка Какая-то Среди Подводок Это Эвелин Да? Эвелин же? Эвелин Инновейшн Браш-лайнер Черная подводка Кисточка на конце Идеальный для меня вариант Долго не засыхает Кто-то в комментариях Когда-то Писал Что она прям сохнет Спустя 2 недели У меня третья подводка И третья подводка Я ее пользую до тех пор Пока она не заканчивается Ничего не сохнет У меня Все отлично Четкие Четкие Черные стрелки В любое время Дня и ночи Великолепная стойкость Вторая подводка Которая меня В общем-то Тоже поразила Это Тоже бренд Эвелин Варьете называется Она более черная Во-первых Тоже очень хорошо держится Это для тех Кто любит Фетровые наконечники Здесь фетр Но он очень пластичный То есть Вот Он Как кисточка Очень хорошо Легко Очерчивать Контуры Если вы Очерчиваете Да что такое Очерчиваете Либо просто стрелочку рисовать Тоже очень хорошая И еще одна подводка На которой недавно был обзор Это подводка Флер Супер бюджетная С какой-то Штуковинкой Шариком Внутри Сегодня она у меня На глазах И последние видео Я пользуюсь ей Мне нравится оттенок Зеленый Красивый Не ядреный Хотя зелеными подводками Вообще в жизни Никогда не пользовалась Он какой-то такой красивый Благородный Не бросающийся в глаза И такое ощущение Знаете что Подводка вроде есть И ее вроде нет То есть глаза Стали выразительные Но при этом Нет четко Очерченных глаз Которые мне что-то Последнее время Вообще не очень стали идти В связи с возрастом И глазами Которые все вниз Опускаются И опускаются И опускаются Вот поэтому По цвету классно Наносится она великолепно Единственный у нее есть минус Я считаю что Огромный минус Если вы Предрасположены К слезам Ну не знаю Посмеялись там Что-то да Там улыбнулись У вас слезинка потекала Вот она может размазаться То есть по стойкости Предыдущим Она уступает Поэтому в какой-то Знаете вот Ответственный момент Использовать я бы ее Точно не стала Но для видео Вполне отлично Еще один такой Такая штука Которую я заметила Недавно Когда я ее тестировала И снимала видео Такого не было Если ее нанести На глаза Очень плотным слоем А еще хуже Если в два В три слоя Она может начать Трескаться И где-то что-то Подосыпаться Поэтому тут еще и слой Очень важен Но по цвету И по нанесению Прям класс Я ее для видео С огромным-огромным Удовольствием пользуюсь Люблю ее Вот знаете Бывают такие минусы Это же очевидный минус Да Нестойкость И возможность К потрескиванию На глазах Но я ее почему-то Реально так полюбила Наверное из-за цвета Я не скажу вам Ничего нового Про брови У меня в этом году Карандашей для бровей Было много Но конечно Все равно Ни один не сравнится С моим Любимым карандашом От бренда Слик Мой последний карандаш Слик У меня были запасы Он закончился И купить его Теперь уже нельзя Оттенок у меня был Dark Brown Поэтому Приходится покупать Что-то другое Они тоже классные Но все плюс-минус Вот они такие вот Ну просто там Стержень потолще Потоньше Там вот Но Слик был мой Просто шикарный Ну и ладно В общем Поэтому карандаш Сегодня не показываю Но мои любимые Вот эти вот штуковины От Eva Mosaic Powder Brown Liner Пудра для бровей Которой я Пользуюсь И на бровях Сегодня она у меня Кстати на бровях Это такая кисточка Как спонжик Она очень пластичная Ей можно просто Бровь нарисовать А можно заполнить Если карандашком обвести Да, внутри заполняем пудр И ей можно Отличный Такие знаете Эффект пудровых стрелок Стрелки прям ей нарисовать Кисточкой растушевать Получается прям Ого-го Как красиво И самое главное Стойкость Потрясающая стойкость У этой пудры Не могу сказать Что пользовалась Очень часто Но периодически Пользовалась И мне эта штуковина Штуковина Очень понравилась Shades of You Бренд называется Это многофункциональный Тинт для губ Щек и глаз И для базового Макияжа Оттенок номер 01 И оттенок номер 04 Я вам сейчас покажу Вот так вот тюбики выглядят Это кремовые тинты Они бархатистые Такие очень приятные Их на губы наносишь Пальчиком вот так вот Раз-раз-раз-раз-раз И эффект У меня губы от природы Очень бледные Такие знаете Как Ну не то что синеватые Они просто очень бледные Их не видно практически на лице И вот когда у меня губы Не охота красить Я прям пальцем Тинтом Раз-раз-раз Прямо вот куда-то На стыке Да слизистые губ И вроде губы появились И вроде вот Нет эффекта накрашенности Но есть эффект Что на лице Есть губы Мне кажется Будет очень круто На пухлых губах Кстати Оттенок номер 01 Более такой Нейтральный Теплый Оттенок номер 04 Более яркий И более Холодный Ну такие штуковины Прям вот Кто любит тинты Она во-первых Уж приятная Практически не сушит губы Текстура не липкая На губах вообще В принципе практически Не ощущается Кстати у них есть Еще цветные тинты Фиолетовый И желтый Они по Качеству Особенно желтый Значительно хуже Но вот эти Прям отличные Помаду покажу вам Одну А потом еще набор Который в этом году Меня прям впечатлил Бессменная Любимица Это Ньют мат Комплименте Номер 15 От бренда Рилуи Она у меня сегодня На губах Я ее для видео Использую не часто Потому что для видео Она бледновата Она в видео Выглядит бледновато Ее камера Немножко поглощает Для жизни Это то что надо Лицо оживает Становится свежим При этом нет яркости При этом нет ощущения Что я там 3 часа Просидела Чтобы вот это вот Все Вот это вот Все вот такая Вот Быстренький Легенький Красивенький Нежный Свежий Макияж Любимица Не особо Сушит губы Ну Относительно Да В жидких матовых Помад Очень хорошо Наносится Приятно Вот просто Во всех отношениях Оттенок номер 15 Моя Любимица Не могу не показать Такой набор Недавно был тоже Отдельный обзор Отдельный обзор На него И еще На карандаши Которые тоже Будут в этом видео Хэнд Хэнде Айян Что ли Что-то такое Короче в Китае сделано На Алиэкспресс есть Но я покупала На Вайлбрисе Потому что на Вайлбрисе Потому что на Вайлбрисе Цена Что-то из серии На 20 рублей дороже Но зато доставка Там через 2 дня Не надо ждать Неделями С Алиэкспресс Они маленькие Миниатюрочки Мне кажется Что это как раз Идеальный размер Потому что я Помады вообще Использовать не успеваю Это прям идеально Здесь по качеству Плохие 2 Это Помады с блестками Они потому что Очень липкие Они супер липкие И некомфортные Все матовые помады Мало того что у них цвета Выглядят очень красиво Не дешево Нету вот какой-то Знаете Я не знаю Мелового эффекта То есть есть здесь помады Которые вот я бы увидела Да я на себе даже увидела Не знала что это Они Я подумала что это Какой-то прям вот люкс по цвету Такие прям вот Красивые благородные оттенки Стоит в районе 500 рублей Вы представляете Вот за 10 помад Причем коробка Очень качественная Тут на магните Все дела Прям там Я впечатлена До такой степени Они Ну как любые матовые помады Могут подсушивать Если вы к ним не привыкли Но липкости нет Прекрасная стойкость Все у них хорошо Я серьезно Я прям удивлена И оттенки все очень удачные То есть здесь есть и нюд И такой розовенький нюд И красненький И в общем На самом деле На любой вкус цвет За такую цену Даже если не все оттенки подходят И даже учитывая Что вот эти вот С блесками Так себе по качеству Вот прям Оно это реально Прям стоит Абсолютно точно Очень красивые кстати Красные цвета здесь И еще мое большое удивление Вот прям огромное удивление Это Набор Карандашей Набор Они продаются все вместе Я уже не помню точно Сколько их и было Потому что один или два У меня там лежат в шкафу Я вот просто кучи взяла Которые у меня лежат Цена Набора Карандашей При том что они Больше По объему стандартных Карандашей У каждой есть точилка Некоторые точилки Кстати Трескаются Ну такое качество Так себе Поэтому тут Несколько точилок Этих сразу в мусорку Ну да ладно Точилки кстати Которые не сломанные Отличные Чистят Точат карандаши Великолепно 170 рублей Набор Набор Этих Карандашей Это такие нюды Нюд в розовый Прям совсем нюд Коричневый Ну вот что-то Цвета отличные Вот если бы Один карандаш Стоил 180 рублей Я бы сказала Ребят Ну вот цена и качество Хорошие карандаши Наносятся отлично Запах у них есть До первой точки Неприятно пахнут А потом они пахнут Деревом Потому что они деревянные И ирисом То есть такой Старенькой помадой Ну то есть Принюхиваться Вот И если бы он стоил Там 150-180 рублей Один Я бы сказала Ребят классный Я бы сказала Ой слушайте Отличный За 150 рублей Прям отличный Можно брать Пользоваться С удовольствием Ну тут набор 170 рублей Набор Нескончаемый Просто Им можно запросто Пользоваться Как помадами То есть тут И диаметр Карандаша позволяет И по ощущениям То есть раз-раз-раз Как вот такая вот Сухая помадка Которая отлично Наносит Я настолько удивлена Я просто не представляю Как можно Уже в продаже 170 рублей То есть я не представляю Какая у них Себестоимость При таком Качестве А качество действительно Вот Ну как Я не знаю Приходите вы в подружку Покупаете обычный Карандаш За 200 рублей 250 рублей Какой-то Средний Масс-маркет Вот у него Такое качество И последние две Штойковины Которые я сегодня Покажу Вот недавно Тоже на них Обзор был Это бренд Бюджетнейший Флер Меня поразил Хайлайтер Вот здесь Вот Вот здесь Вот Поразил Оттенком Я люблю Такие оттенки Чтобы они были Не белые Чтобы они были Не желтые А какой-то Такой вот Я даже не знаю Как его назвать Понимаете Вот это Вот то что надо Лицо не выбеливает И нету желтых пятен Идеально При этом Качество очень хорошее Пальчиком прям проводишь Никаких комков Сгустков Ничего И наносится с помощью Мягкой кисточки Таким тоненьким Тоненьким слоем И мне эффект очень нравится Да Нету такого прям Ого-го Но при этом Такое какое-то Красивое Красивое Такое Бежеватое Сияние Красиво Очень деликатные В жизни И видео Посмотрится классно И румяна Мне понравились Вот как ни странно Natural Glow Называется Оттенок номер 03 Хайлайтер Кстати оттенок номер 01 Румяна Еще мягче И еще круче Качеством Чем хайлайтер Потому что хайлайтер проводишь Он набирается ровно Но в самой поверхности Начинают образоваться Как бы такие комочки Вот знаете В бюджетной косметике Так бывает Кстати не только В бюджетной То здесь Никакие комочки Не образовываются Это просто Качество Люкс Вот набираешь Ну просто Мягкость такая Гранича С какой-то Беспредель Гранича С какой-то Вот знаете Беспредельным Кайфом Просто От прикосновения И цвет Мне очень понравился Румяна Сегодня на моем лице Единственное Скажу Что подойдут Не всем Потому что Имеет Очень интенсивный Блеск Вот прям Наряду с Хайлайтером Знаете И получается Если их вместе Наносить Хайлайтер светлый Вот этот Вот такой Цвет шампанского И дальше идут Румяна По оттенку Разные Но по блеску Практически Абсолютно Одинаковые Они прям Сливаются Друг с другом По блеску Поэтому Если вы не любите Сияющие и румяна Они вам не понравятся Но если вы любите То я очень советую Представляете Потому что по оттенку И по качеству Просто какой-то Переходим с вами К уходу Вот что-что Косметики для ухода За кожей У меня было Какое-то несмертное Количество Несколько лет назад Мне запомнилась Такая фраза Какой-то Женщины Было это Может быть Лет 7-8 Назад Ну вот примерно Так Когда у меня Такая была Достаточно активная Фаза Пользования Декоративной косметикой Мне одна женщина Сказала Ну такая уже Не знаю Сколько лет Но короче В возрасте Она говорит Я косметикой Декоративной пользуюсь Не часто Для меня Очень важен уход То есть у меня Банки с уходом Улетают А там Например Помады хватает Там я не знаю На 10 лет Я все время Так удивлялась Думаю Боже Ну что ты Ну купил какой-то крем Там Ну что-то где-то Намазан Потому что в 25 лет Тебе там особо Мазать нечего Да Там и так В принципе Кожа Нормальная Вот А вот накраситься Вот что Прямо Вот этот цвет Да Вот я только Теперь понимаю Вот эту женщину Вот только теперь Потому что я могу Не краситься Ну и в плане Декоративной косметики Не наносить макияж Я могу неделями Не краситься Я вам серьезно говорю Я большую часть Своей времени Сейчас хожу Просто с голым лицом Но уход Для меня стал Это вот каким-то Таким Такой приятной Процедурой Каким-то Таким Приятным ритуалом Кремы Сыворотки Тонеры Плюс ко всему Я вижу Вот сейчас Если я 4-5 лет назад Говорила Что мне главное Чтобы увлажнил кожу Не стягивал То сейчас Я вижу Эффект от кремов Когда кожа Под глазами Уже знаете Не такая упругая И когда там Видно уже Все морщинки От сухости А глазки Уже вниз Поползли Вот тут То уход И оценивается В общем Люблю уход Сейчас Значительно больше Декоративной косметики И пользоваться мне Мне гораздо больше Удовольствия Доставляет Вечером Умыться Нанести на себя Какой-нибудь Тонер Сыворотку Кремик Я кстати Стала пользоваться Я стала пользоваться Всем Поэтапно Вот И мне Я просто Я стою около зеркала И у меня Вот это От распределения Текстуры Где-то вот От запахов От то Что ты видишь В коже Раз такая Прям напитывается Я прям кайфую Честно Так ладно Что-то я заболталась Но знаете Конец года Могу себе позволить У меня кстати Кресло скрипит Поэтому я скрип Слышите Это не я Это кресло Такая штуковина Pink Volume Radiance Называется Color Creme От Ренка Штуковина Быстро о ней расскажу Штуковина Достаточно дорогая Это крем С эффектом сияния То есть Такого подсвечивания Он Розоватого цвета И кожу выбеливает То есть На голую кожу И кожа становится светлее Подсвечивает Почему показываю Во-первых Бренд такой Выпускает Очень хороший уход Очень хороший Не бюджетный Но очень крутой Вот Эта штука тоже Это уход Просто вот с такими Дополнительными функциями То есть там Подсвечивание Осветление Кожи И так далее Очень круто Добавлять в тональную основу И тогда тональный Крем Становится Во-первых Приятнее по текстуре И Такой знаете Как эффект Подсвечивания Такой вот происходит Ну плюс Ход тут увлажнений Был тоже отдельный обзор Останется Особо не буду Так в этом году Мне бренд Аверак Присылал на обзор Два крема Дневной и ночной И еще сыворотку За цену Которую не стоят Мне они очень понравились Особенно ночной крем И сыворотка Серум Жирноватым мне показался Дневной крем Как мне нравятся запахи Мне настолько сложно Описать Чем это пахнет Я не знаю Чем это пахнет При том что я делаю Обзор на парфюмерию Да Вот Мне очень сложно Здесь что-то такое Знаете Как будто И цветочно Кисленькое Такое В общем Для меня запах Это прям Я не знаю Мне кажется Не всем понравится Но я от него Просто тащусь Крем Довольно густой Справится Даже с сухой кожей Даже если Она у вас Очень сухая Особенно Если использовать Вместе с серумом Запах классный Текстура классная Не липкий Впитывается Не прям мгновенно Но достаточно быстро Оставляя кожу увлажненной Еще раз повторюсь За эту цену Прям находка И очень хорошо Выполненная упаковка Дальше Любимцы Любимцы Натур Сиберик Патчи Каких у меня в этом году Только не было Тут новую пачку открыла 60 штук Гидрогелевых патчей Натур Сиберика Они разные Вот здесь вот Супер тонизирующий патчи Для области Вокруг глаз Я особой разницы Между ними заметила В принципе Можно покупать любые Я уже говорила об этом Здесь есть Небольшое Не в каждой пачке Не в каждой банке Небольшое количество брак То есть Например 2-3-4 патчи Могут быть с каким-то брачком С дырочками С какими-то вмятинками В общем Имейте в виду Но они стоят копейки Поэтому Еще раз повторюсь Здесь пару патчей Из банки выкинут Мне кажется Ничего страшного Они очень классные Они справляются Со своей задачей На 100% Снимают отечность И делают взгляд Свеженьким Утром Если вам нужно Быстро прийти В себя После сна Так Еще пару средств Бюджетных А дальше К чуть более дорогому Перейдем Пилинг Для лица С молочной кислотой 50% Сиути Я делала обзорчик Мне тоже прислали на обзор Делала на них обзорчик Рассказывала свои впечатления Мне очень понравилось Потому что цена бюджетная Очень круто чистит кожу Очень У меня на носу Когда черные точки появляются Я вот эту штуковину Пилинг Она их прям вот осветляет На 5 минут наношу Держу Смываю Пощипывает Все 5 минут пощипывает кожу И даже есть ощущение Что смоешь И там будут какие-то Раздражения, покраснения Ничего нет Но чистит круто Прям вот круто Черные точки Вот эти вот все На носу На подбородке Все осветляет кожу Чистая-чистая Потом тональная основа Наносится на лицо Прям очень здорово Еще одно средство Которое тоже мне на обзор В этом году присылали От бренда Риши Это Энзимная пудра Для умывания По-моему Здесь не написано Но по-моему Если мне память не изменяет Там то ли 98 То ли 98 С чем-то Процентов натуральных ингредиентов Это голубая пудра Которую нужно разбавить Водичкой И умыться Она отшелушивает Чистит Очищает поры Пользоваться ей По-моему Надо там типа Из серии Пару раз в неделю А то и один раз Но я пользуюсь ей чаще У меня же тут практически Ничего не осталось Мягкое очень средство Мягкое Мягкое Которое действительно Прекрасно Чистит И дарит Ощущение Свежести Немножко Специфический запах У пудры Но Мне он очень нравится Ну и вообще Вы же знаете Я люблю Специфические запахи Уптаника Обожаю Туптан Рассказываю уже Неоднократно В нескольких Видео С лавандой Люблю больше всех Это порошочек Ну как порошочек Ячмень, рис, овес, нут Белая глина, календула Ромашка, чистотел, крапива Сбор травок Водички тоже разбойшь Тепленькой Налицо Можно как маску использовать Если там подержать 5-10 минут Можно как скраб Скрабирует хорошо Ну помогает Короче Сипрыщики на лице Быстро Встанавливает кожу После прыщей Выравнивает тон Со временем Вообще кожу очень увлажняет То есть даже умываешься Водой смываешь А кожа увлажненная Любовь моя Огромная Пробовала еще Уптан Не помню какая бренд Там какой-то Сложно произносим Уптана Мне не очень понравился Ну вернее как Он нормальный Но вот меньше чем это Поэтому Уптаника Любовь Дальше Доктор F5 Это крем Который Предназначен для того Чтобы снимать макияж Вернее умываться с ним Он густой-густой Прямо вот набираешь Немного На глаза Я на глаза Потому что тушь Очень часто Это те слои Которые наношу Не могу смыть Вообще ничем Это лучший крем Который мне попадался На данный момент За всю мою жизнь У меня было Всего лишь 4 или 5 штук Насколько мне память Не изменяет Это лучший Он действительно снимает То есть ты наносишь Прямо на реснички Там на глаза Пару минут подождал Вот так вот все потер Единственное Кто не любит Вот это вот по лицу Размазывать Вот это черное Имейте ввиду Что это вот так вот Все черное размазывается Потом просто умываешь Тебе на лице ничего нет И умываешь Там чем-то Каким-то средством Следующее Что покажу Так смотрите Никогда в жизни Не показывала В обзорах Не ну может показывала Пару раз Но это вообще Не мой конек Пробники всякие Да Вот эти вот Сошетки И так далее Но тут я полгода Специально берегла Не пользовала У меня было Несколько штук Это маска От бренда Монабелла Меня так впечатлила Эта маска Она конечно Очень небюджетная Прям очень Меня так впечатлила Эта маска Это такая Гелеподобная маска И в ней частички Травок всяких Наносишь на лицо А потом смываешь Ну минут 15 Лицо ну просто Какой-то Вот я не знаю Такое увлажненное Мягкое Что фантастика Какая-то Вот такие вот штуковины Тоже на обзор В этом году присылали Вообще в безумном восторге Soft Skin Toner По Эпик Плюс Это второй уже ботеночек Тут осталось Совсем капелька У меня Это как жидкий крем Если у вас Не супер-супер Сухая кожа На которую там Надо тонны крема Нанести Вот этого хватит Для того чтобы Увлажнить кожу Не чувствовать перегрузы Приятные такие ароматы Они не знаю Знаете Какой-то у меня С жасмином что ли Ассоциируется Ну вот какой-то такой Приятный короче аромат Вот Это эссенция Лифтинг эссенция Это как Ну вот такой Легенький крем Крем-гель И еще крем У них есть Крем прям густющий Прям вот Прям вот Для сухой Присухой кожи Знаете что я делала Я никому не советую Потому что сейчас Набегут косметологи И скажут Что ты что Вообще так нельзя Но дома у меня косметологи Косметологов нет И людей кто меня контролирует Тоже Что ты мне делаешь Вообще все что угодно Все что мне надо Все что мне хочется В общем я взяла этот крем И в банку с дозатором Загрузила Значит крем Загрузила Потому что по другому Не скажешь Я прям лопаткой сюда Перегружала А сверху Вот этим тонером И я их разбавила Где-то в соотношении Два к одному Две части крема И одну часть тонера И у меня получился Такой средний По консистенции Крем Боже мой Это просто невероятно Что-то было Это так круто работало Потому что вот этого увлажнения Одно мне недостаточно А крем слишком Потом знаешь Прям густо Такой он долго-долго Впитывается А вот это вот Один плюс один Равно два Это прям Слушайте Я такое удовольствие получала Когда пользуюсь Я так расстроилась Что у меня крем закончился А вот это вот Лифтинг эссенция У меня вот так вот Наверное где-то осталось Сейчас я их с огромным удовольствием Допользую Я их просто оставила Очень долго пользовалась И я когда долго пользуюсь Там пару месяцев проходит Я их откладываю Беру другой уход Чтобы кожа сильно не привыкала Сейчас знаете Что использую Тоже был полный обзор На бренд ВИДЖИХАЙ Он называется корейский Во-первых Хочу показать Очищающий гель Для умывания Он сейчас Как и вся косметика ВИДЖИХАЙ На Вайлборис По очень доступной цене То есть цена для Кореи На этот бренд сейчас Относительно корейских брендов Очень-очень доступная Если кто-то пользуется Корее Я вам от всей души Советую попробовать Вот этот бренд Итак Вот этот вот Полный обзор был Был вот прям вот Только им посвященный Поэтому я просто Оставлю внизу ссылку Или сами посмотрите Не так давно был Но это просто любовь Вот этот гель Это настолько нежно Настолько чисто Настолько приятно Использовать И настолько экономично Вот здесь Видите сколько Истрачено Я пользуюсь ему очень часто Здесь дозатор Немножко с густотой Этого геля не справляется Поэтому выдавливает Прям Вот прям горошину И этого достаточно То есть Это даже много Поэтому Утром разочек Вечером разочек И как-то получается так Что ты пользуешься Пользуешься А он как-то Не заканчивается Не заканчивается Один из лучших Гелей для умывания Я имею ввиду В плане очищения Это ощущение чистоты Не снятия макияжа А уже до очищения Нежности Комфорта Свежака на лице Вот эта вот Густенькая Плотненькая текстура Влюблена просто В этот гель С таким огромным удовольствием Пользуюсь Особенно по утрам Лучшие Этот же бренд Лучшие Салфетки Для очищения Для снятия макияжа Я такого Еще не встречала Обычно салфетки Для макияжа Это знаете Вот куда-то поехал Вроде бы там Неохота Мицеллярки брать Да Вот банк Кинул там Но они все равно Не до очищают Все равно Ты что-то где-то У тебя там Осталось Вот эти салфетки Вот когда Мицеллярк С тушью не справляется Когда не справляется Вообще ничего Наряду Вот как с этим кремом Да Просто крем Он дольше Им вот это все Держать Подержать Там вот смыть Я беру вот эти салфетки Они пропитаны Не только жидкостью Но и маслами Эти масла снимают Даже суперстойкую тушь Суперстойкую Жидкую Матовую Помаду С губ Берегу Экономлю Если я говорила В обзоре Что их удобно Брать с собой Да нет Я ими дома Они у меня отлично Идут вообще Потому что Я так накрашусь Да вот для видео Вот такие ресницы Там вам-то просто Не очень видно А я-то знаю Тут слой какой Или какую-нибудь Помаду красную Там потом Вот это все По лицу Не сотрю Это просто Палка-выручалка Любовь моя Здесь по-моему 70 штук Патчей Обычно 60 Да Здесь 70 штук Они очень-очень-очень Тонкие И здесь Вот эти Сыворотки Вот этой масел Такое количество Что с них не стекает То есть очень удобно Так Ну в принципе Это все Что я вам хотела сказать У VG High Есть еще два продукта В линейке Крем Вообще тоже отлично Не будут просто Особо устанавливаться Потому что я говорю Обзор был И у них есть Ампульная сыворотка Ампульная сыворотка Имеет пипетку Немного изогнутую И она работает Так Кнопочку нажимаем Вытаскиваем Все наносим Ну то есть Соответственно нажимаем Она обратно там на лицо Вот сделано Все очень классно И я говорю На Wildberries Сейчас Тысячи Тысячи сто Плюс-минус Вот такие вот цены Очень доступно Для корейской косметики Качество великолепное Пользуюсь с огромным удовольствием Я говорю А вот эти вот средства Прям Ну вот это просто Что-то уникальное Для снятия макияжа Вот это просто Какая-то Любовь В плане нежности Вот этого А вот это просто Отличная Такая парочка Парочка Я сначала вот это На лицо Потом вот это Все быстро впитывается Никакой пленочки Это все Что я хотела вам Сегодня показать Возможно Я закончу снимать Это видео И пойму Что я забыла вам Показать Ну как обычно Что я забыла показать Вам вот это Вот это Буду периодически В телеграм Тогда выкладывать Вот какие-то Да еще может быть Если что-то забыла На этом все Такие мои были В этом году Явные фавориты Явные Это те К которым рука моя Тянулась Косметика Которую я пользовалась С огромным С огромным Удовольствием Спасибо вам За ваше внимание Я надеюсь Что мы Увидимся С вами еще Не единожды На сегодня все Пока